Привет-привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, Саша и канал Жизнь в Киеве. Сегодня 18 июля 2024 года и у нас ожидается традиционный интересный выпуск. Поговорим с вами о военной обстановке в городе Киеве. У нас вчера ночью были очень сильные взрывы. Обязательно расскажу вам, что же у нас происходило. Также поговорим о ситуации с электроэнергией и об актуальной погоде в Киеве. Поэтому не переключайтесь, дорогие друзья, будет очень интересно. Также в процессе данного видеоролика планирую зайти в супермаркет АТБ. Это одна из самых популярных сетей у нас в Украине. И сделать покупочку примерно на 10 долларов. Узнаете, что же у нас сейчас в Киеве. Можно приобрести на эту сумму. И давайте поговорим с вами о погоде. Сегодня в Киеве до плюс 32 градусов. Слава Богу, что нет такой изнывающей жары, которая была на протяжении нескольких дней. Погода в тени поднималась до плюс 40 градусов. Страшно представить, что было на солнце. Невозможно было даже находиться. Буквально там полчаса, час сразу уже начинает болеть голова. И становится действительно плохо. А с вот этими отключениями электричества, естественно, не работали кондиционеры. И жара была крайне губительной. Я бы сказал. Вот сегодня у нас была такая новость. Об этом сообщают средства массовой информации. Что от жары умер пассажир ночного поезда Запорожье-Ужгород. Вероятной причиной могла стать плохая вентиляция в вагонах. Событие произошло еще 16 июля. Вот такая информация. Ну, слава Богу, сегодня у нас ближе к вечеру обещают дождик. Вот небо уже закрыли тучи. И надеюсь, что в ближайшее время пойдет спасительный дождь. Потому что по 40 градусной жаре невозможно было ничего делать. Даже ходить элементарно тяжело. В пятницу осадков не ожидается. Температура ночью будет составлять около 20 градусов выше нуля. А днем 27-29. На выходных тоже обещают примерно аналогичную погоду. До плюс 30 градусов. Ну, как говорится, можно уже выдохнуть. И слава Богу. По поводу ситуации с электроэнергией. Вот, можем наблюдать. В данном районе отсутствует электричество. Работает генератор. И вот эта стоматология, я так понимаю, работает на таком альтернативном источнике электроэнергии. На примере моего дома света, точнее, свет был только 6 часов в сутки. Все остальное время электроэнергия, к сожалению, отсутствовала. В связи с очень серьезным ростом потребления и дефицитом электроэнергии, то свет выключают даже в светло-серых зонах. Ситуация, к сожалению, довольно тяжелая. Но с понедельника обещают улучшение ситуации со светом. Возможно, не будут выключать в светло-серых зонах. Ну, не знаю, посмотрим, конечно. Как я частенько говорю в своих видеороликах, нужно надеяться на лучшее, но готовиться всегда к худшему. Кстати, кому интересно, такой генератор потребляет примерно полтора литра топлива в час. Стоимость одного литра бензина 95-го у нас составляет, если я не ошибаюсь, 57 или 58 гривен. Ну, в зависимости от того, где покупать. То есть, можете представить, сколько стоит сейчас один час работы на генераторе. Ну, естественно, учитывая аренду, стоимость продуктов, а также то, что сейчас повышается курс доллара, К сожалению, таким вот кофейням, которую мы видим прямо перед собой, работать на генераторах не очень выгодно. И многие даже работают в минус. Ну, это исходя из того, что мне рассказывает мой знакомый, который владеет похожей кофейней. Поэтому вот так вот. Еще такая интересная новость, учитывая ситуацию с бензином. Сегодня народные депутаты приняли законопроект о повышении акциза на топливо. Об этом сообщает нардеп Железняк. Правка была поддержана. За проголосовал 231 депутат. Стоимость бензина повысится с 1 сентября. Вот такие вот новости. Сейчас бензин стоит 95-й, около 58 гривен. И вскоре его еще повысят. Ну, жить станет лучше, потому что у людей будет меньше денег. Вот. Много денег это зло. Поэтому чем меньше денег, тем лучше. Вот видим, работает генератор. Но слишком близко подходить к ней буду, потому что у нас несколько недель назад был такой случай, что генератор взорвался. Ну, он, конечно, был не самый новый. Там, наверное, у него технические были проблемы. Но, к сожалению, человек получил ожог лица первой степени. И поэтому лишний раз генераторам лучше не подходить. И относительно военной обстановки в городе Киеве. Вчера, в вечернее время, у нас были две воздушных тревоги, которые объявлялись в связи с применением ударных дронов. Исходя из официальной информации, которая опубликована на канале Виталия Кличка в телеграме, были зафиксированы взрывы на левом берегу столицы. Работали силы ПВО. Вследствие обстрела, повреждений из-за падения обломков беспилотника в Дарницком районе не выявлено. Вот так вот. И на стационарном лечении в медицинских учреждениях столицы сегодня прибывают 23 пострадавших, 23 пострадавших вследствие атаки на Киев 8 июля, среди которых трое детей. Из 20 взрослых, два человека в тяжелом состоянии. Вот такая вот у нас военная обстановка. Конечно, все эти взрывы, они очень пагубно влияют на нервную систему, на психику, потому что, когда ты спокойно лежишь, вечером в 11 часов готовишься ко сну, и тут резко взрыв у тебя, где-то ты подскакиваешь и не понимаешь, что происходит. Вот, ну, буквально там первые секунды очень, конечно, тревожно, но потом рационализируешь происходящее и становится все, как было. К сожалению, это печальная реальность, к которой многие уже адаптировались. Сейчас буду заходить в супермаркет АТБ и делать свою закупочку примерно на 10 долларов, поэтому не переключайтесь. Так, подошел к АТБ, и давайте посмотрим на акции. Класс, филе куриное, 154 гривны за килограммчик. Я уже знаю, что я возьму. Крыло куриное, 86. Вот майонез, кетчуп. Ого, классная акция на мороженое. Гран-при вообще класс. Класс. Что еще? Скидки с картой АТБ. Колбаса вареная. 99,90. Выреб фаршевый. Колбаса типа 48 гривен. Сыр. И что еще у нас есть интересненького? Апельсины 52 гривны. Там томаты рожели 69 и форель 166. Давайте зайдем, посмотрим, что же там сейчас продается вообще. Как же хорошо внутри с кондиционером. Вот, взял корзиночку по традиции. Видим, водичка полуторалитровая, 18 гривен 90 копеек, а 6-литровая, 41 гривна, и тех же 90 копеек. Милка большая, 125 гривен по акции. Вот есть еще 118 гривен. Милка и маленькая 32 тоже по акции. Вот есть 57. И напоминаю, 1 доллар. У нас сегодня 41 гривна, 1 евро 43 гривны. И как узнать цену в валюте? Нужно стоимость в гривнах разделить на 41, ну, и вы знаете в долларах, и на 43. И вы знаете в евро. А вот Pepsi 2-литровая, 43 гривны. Акция на сыр моцарелла 54 гривна. Так, наверное, возьму. Надеюсь, что не пропадет во время отключения электроэнергии, потому что недавно 3 упаковки такого сыра пришлось выбросить, потому что там уже был крайне неприятный запах. Давайте посмотрим цены на макароны. Килограмм макарон 25 гривен и 90 копеечек. Макароны из твердых сортов пшеницы 37,43. Крупы, гречка 27 гривен 30 копеечек. Рис 49 гривен. Есть рис подороже. Элитный 62, 89, булувур 45. Горох 23 гривны. Едем дальше. Приехала в отдел с овощами. И давайте посмотрим цены на морковочку. 16 гривен 59 копеек. Свекла 17, картошечка 13, чесночок 15 гривен. Это, по-моему, да, за 100 грамм. 150 килограмм. Лук 29, капуста цветная 42. Кукуруза по 20, огурцы по 40, по-моему, да. Приехал в хлебный отдел. Лаваш такой цельнозерновой. 17 гривен, а я возьму свою любимую тортиру за 38. Очень много мороженого. Вот этого. Акция. Сколько оно? 25 гривен. Хорошая сумма. Обязательно. Возьму. Давно уже как-то мороженое не ел. Несколько дней. Так, сколько у нас сейчас яйца? 35 гривен 40 копеечек. Нужно открыть, проверить. Классные, красивые. Большие яйца. 35 гривен десяток. Так, пожалуй, возьму. И поехали. Дальше. Ого, акция на соевый соус. Это очень хорошо. 55 гривен. 470 миллилитров соевого соуса. Чумак. Он, кстати, гораздо, гораздо лучше по сравнению с вот этими всеми. Я большой фанат соевого соуса. Поэтому немножко в этом понимаю. Так, пельмени. Своя линия. Со свининой и говядиной. 94 гривны. За 900 грамм. Ну да, сейчас все там за 900 грамм. 800 грамм. Сейчас уже килограмма. Килограмма нет. Не бывает. Свинина рижская. Говядина. Паштет. 47 гривен. Так, едем дальше. Приехал в отдел куриного филе. Хорошая в целом цена. 150 гривен за килограмм. Возьму, наверное, одну такую упаковочку. Пускай будет. Тоже очень надеюсь, что не пропадет. Мука. 2 килограмма. 31 гривна. А 5 килограмм. 80 гривен. И 80 копеечек. Такая зеркальная. Цена. Сахар. 34 гривна. 34 гривна. Соль. 13. Есть еще. Соль какая-то турецкая. 16 гривен. Морская. 23. Сода. 26. Посмотрим еще цену на капусточку. 11 гривен. 95 копеечек. За килограмм. Сколько капуста? Нектарин. 74. Голубик. 190. Абрикоски. 84. Персики. 69. Возьму еще вот такие оришки. 31 гривна. 90 копеечек. И можно смело, наверное, я считаю, ехать на кассу. Ого. Киндер сюрприз. Капец. Сколько лет прошло. Еще вот такие есть. Яйца по 20 гривен. 90 копеечек. Тоже там какой-то подарок внутри. Ну, в киндерах, наверное, получше. Подсолнечное масло. 45 гривен. Тут 0,85 объем. И есть вот 3 литра 205 гривен. И бюджетная своя линия. Тоже 3 литра 170 гривен. Едем на кассу. Итак, давайте посмотрим, что же купил сегодня в АТБ. Пакетик 4 гривны. Филе куриное. 700 грамм. 115 гривен. Пепси 43. Мороженое 25. Яйца 34. Соевый соус 55. Арахис 31. Сыр 50. 54. И моя любимая тортилья. Это мексиканский лаваш 38 гривен. В общем, все получилось. 403 гривны и 50 копеечек. Это примерно 10 долларов. Всем спасибо большое за просмотр. Пишите в комментариях, что можно купить на аналогичную сумму в вашем городе и в вашей стране. Будет очень интересно почитать. Всех благодарю еще раз за просмотр. Желаю мира, добра и хорошего настроения. До новых встреч.